Здравствуйте! В эфире новости моей Удмуртии. Главные события нашей республики в студии Марина Баль. Смотрите выпуски. В качестве сельских дорог в республике проверили участники автопробега Владивосток-Москва. О результатах этой инспекции расскажет Анна Ковырзина. В Сарапуле открыли памятник кавалерист-девице Надежде Дуровой. Тысячи горожан увидели знаменитую землячку в полный рост на боевом коне отлитой бронзой. Селителем торжеств в Сарапуле был и Дмитрий Вороновнин. Живые скульптуры и спектакли прямо на улице. Впервые в Ижевске прошел фестиваль уличных театров. За игрой актеров наблюдала Елена Лебедева. Участники автопробега Владивосток-Москва добрались до Удмуртии. Профессиональные дорожники и независимые автоэксперты уже пару месяцев колесят по стране, причем по ее не особо асфальтированной части, чтобы выяснить в каком состоянии российские сельские дороги. Вот прокатились и по нашим кровейкам. Что сказали, знает Анна Ковырзина. По ухабам и бездорожью вот уже второй месяц едут участники автопробега Владивосток-Москва. Цель акции проверить качество сельских дорог по всей стране. Поэтому в Ижевске автомобилисты припарковали свои иномарки, пересели на общественный транспорт и двинулись в сторону Новомихайловского. Участник автоакции Николай Крупин уже был в Удмуртии год назад. Говорит, изменения налицом. Дороги однозначно стали лучше. Мы плотно общаемся с подрядными организациями. Они уже гораздо больше используют новых технологий, которые влияют на срок службы дорожного покрытия. Соответственно, дороги у вас будут не только лучше, но и служить дольше. Все 20 автомобилистов остались довольны качеством Новомихайловской гравейки. Два километра этой дороги были отремонтированы по федеральной программе еще два года назад. Теперь главная задача – сохранить трассу. С подобной проблемой, говорят участники пробега, сталкиваются во всех регионах. Проблемы в большинстве субъектов одинаковые. Это главная задача сегодня – обеспечение сохранности существующих автомобильных дорог. Если с федеральными дорогами вопрос перспектив их совершенно понятен и решен, с 2014 года они будут финансироваться по нормативу, к 2018 году будут приведены в нормативное состояние, то по региональной и муниципальной сети дорог вопросов еще достаточно много. И главный из них – финансовый. Изношенность автомобильных дорог в Удмуртии сейчас 94%. Чтобы привести в порядок трассы, дорожники должны укладывать по 600 километров асфальта за сезон. На практике отремонтированный километраж в десятки раз меньше. В прошлом году мы отремонтировали около 90 километров. 70-90 – вот так вот, если считать вместе с содержанием. То 70-90 километров. В этом году меньше, потому что все деньги из дорожного фонда были направлены на уличную дорожную сеть районов и городов. Но это тоже правильно, потому что в бедственном состоянии находились дороги и в Ижевске. Министр транспорта Олег Гарин попытался решить вопрос нехватки средств с колес. Сегодня будем рассуждать и просить в том числе помощи и поддержки по дальнейшей нашей работе. Потому что у нас сегодня Игорь Иванович будут работать представители Федерального дорожного агентства. То есть задача министерства все-таки привлекать их можно больше финансово для того, чтобы поправить нашу дорожную сеть. Средств дорожного фонда в этом году хватит на строительство минимум одной сельской дороги в каждом районе республики. Анна Ковырзина, Руслан Нуре Ахметов, телеканал «Моя Удмуртия». Провалили математику. Сегодня в Удмуртии опубликовали результаты второго обязательного ЕГЭ. 800 выпускников школ с экзаменом не справились. Каждый десятый не смог преодолеть минимальный порог в 24 балла. Плохо сдавать математику начали с прошлого года. Тогда ЕГЭ не сдали 600 старшеклассников. Но хорошая новость все-таки есть. Впервые в Удмуртии появились то бальники по математике и сразу 8 человек. В Удмуртии сохранены все выплаты донорам. Новый федеральный закон о безвозвездном донорстве просто неправильно истолковали, заявил главный врач станции переливания крови. В республике не прекращали выплаты, не отменяли льготы и дефицита донорской крови, как в других регионах в Удмуртии не было. Костяк добровольцев у нас внушительный. 4 тысячи человек. Сегодня, кстати, их день. Международный день донора. Самая редкая четвертая группа, пожалуйста, она вся есть. В тех запасах, которые нужны суточно или несколько дней. То же самое по третьему. Ничего пустых холодильников у нас нет. У нас, как у хорошей хозяйки, все есть. 50 литров в сутки, тонны в месяц. Столько крови заготавливается в Удмуртии. Причем запас на сегодняшний день составляет более трех тонн. Так что при любой чрезвычайной ситуации крови в республике хватит. Дмитрий Шакеров – многодетный папа. Носит свою лепту в банк крови уже в течение 20 лет. Приходит на станцию регулярно. Раз в три месяца. Здесь он на особым счету. У него редкая кровь. Третья – отрицательная. Я когда шел сдавать кровь, я не шел только ради из-за этих льгот, из-за денежных выплат. Можно сказать, что делать людям добро, мне кажется, это были первые порывы, когда пошел сдавать первую кровь. А про льготы я узнал уже потом, позже. Но это тоже был большой плюс. Большой плюс денежную компенсацию чуть не отменили. Главврач Зараев успокоил. Новый закон о донорстве просто неверно истолковали. За сдачу крови по-прежнему выплачивают деньги. От 200 до 1500 рублей. В зависимости от того, что сдает донор. Так за 600 мл плазмы выплачивается 700 рублей. Фактически ничего у нас не изменилось. Плюс все эти льготы остальные, которые положены донору, они не регулируются законом о донорстве, а регулируются в 186-й статье трудового законодательства. И там это ничего не менялось. Два дня по среднему, отпуск – лучшее время, желательное время для почетных доноров. Все, все это осталось, все, что написано там. Ничего не изменилось. Свою льготу бесплатный проезд Рафик Губаев тоже не потерял. Он почетный донор, и ему уже за 60. Здоровее становишься. Во-первых, она обновляется, кровь. Она обновляется. Ну и еще положительный какой эффект. Во-первых, с больного человека не возьмут кровь. Это контроль еще добавлен. В Удмуртии сегодня проживает более 4 тысяч почетных доноров. И большинство из них в Ижевске. Ежедневно на станцию переливания крови приходит до 100 доноров. И среди них лишь до 20 человек – те, кто впервые в своей жизни сдает кровь. Сожмите, пока не у вас. Чуть-чуть потопите, будет ухудшить. Вот такая иголка у нас. Смотрите, конечки, теперь кулачком можете работать. На станции «Надеется» новые доноры пополнят ряды старой гвардии. Тем более, что с этого года сдавать кровь разрешили иногородним. Раньше их отбраковали из-за отсутствия прописки. Новый закон также разрешает сдавать кровь всем желающим, даже иностранцам. Светлана Буланова, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». Охотники и рыбаки. Сегодня о них говорили в резиденции президента Удмуртии. На аппаратном совещании сезонную обстановку докладывал начальник управления охраны фауны республики. Василий Булатов рассмешил собравшихся, сказав, что охотуправление пересчитало всех диких кабанов и теперь знает каждого в лицо. А это, к слову, красивая цифра – 5555 голов. Но все же конек Удмуртии охота лосиная и по количеству сахатых мы в России лидеры. Сегодня это почти 16,5 тысяч лосей. Поохотиться к нам приезжает со всех уголков страны. Нередкие гости в наших лесах и иностранцы. Официальных охотников Удмуртии 22 тысячи человек. А вот количество рыбаков не посчитано. А ущерб от браконьеров на воде колоссальный. Александр Волков, как рыбак заядлый, потребовал от управления наводить порядок на каме. А вот сети, особенно браконьерские, это беда для водоема. А мы же хотим, чтобы всегда была рыба, чтобы нормальный человек пришел, с удочкой посидел, поймал на уху, спиннинг побросал. Ну, то есть обыкновенными снастями, которыми никогда урон реке не нанесешь. И у нас с этим борьба ведется из рук, он плот. И поэтому надо гайки закручивать и начинать работать, обвиняться с татарией, с башкирией. Сегодня же на аппаратном совещании поднимали и другую тему – подготовку к сельским играм. Они стартуют 4 июля в УВЕ. Пока у спортсменов идут отборочные этапы, в райцентре к сдаче готовят два главных объекта – стадион и спортзал. Это, кстати, наш удмуртский эксклюзив. Ни в одном регионе страны спорт-объекты к сельским олимпиадам не строят. Степень готовности Александр Волков уже оценил. До сельской олимпиады осталось 2,5 недели. В УВЕ к спортивному форуму реконструируют стадион. Стройка кипит. Сегодня уже укладывают беговые дорожки. Министр спорта не хуже строителей. Знает, как это делается. Резина должна быть по нагреву такая же, как основание, как асфальт. Потом наносится клей и разворачивается снова рулон. Рулоны разворачиваются минимум два раза. Гарантия на дорожке 20 лет. Но это в случае, если все сделано по технологии, уточняет президент. И за этим районные власти должны следить неусытно. Туши вынимать, чтобы они правильно делали. Это их страдание, чтобы ровное основание было и все остальное. Потому что вам потом это эксплуатировать. К играм на стадионе появился и совершенно новый объект – спортивный зал. Бюджет Удмуртии обошелся в 33 миллиона рублей. Получился многофункциональный. Цена и качество, которые нужно тиражировать, уверен президент. Проект такого спортзала может стать для республики типовым. То, что мы делаем, не делается ни в одной территории России. Только в Удмуртии каждый год. Вот такой красавец стадион. А ведь мы не только это делаем, спортивный праздник. Это все остается молодым людям, школьникам. Традиции летних игр в Удмуртии непрерывно. В УВЕ пройдут уже 22-е по счету. 4 июля на трибунах соберутся более 2,5 тысяч зрителей, чтобы посмотреть, как за победу будут бороться полторы тысячи сельских атлетов. Марина Балин, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». И в продолжении спортивной темы. Родники не будут выступать в Суперлиге. Сегодня об этом на встрече с президентом республики заявил главный тренер баскетбольного клуба Константин Стародумов. Напомню, это право. Родники получили став чемпионами страны среди команд высшей лиги. Но еще в начале сезона между главой Удмуртии и тренером команды был уговор. В Суперлигу родники выходят, если 70% игроков будут воспитанниками республиканской школы баскетбола. Поэтому Константин Стародумов принял решение новый сезон опять отыграть в высшей лиге, а за это время окончательно укомплектовать команду перспективными игроками ижевских клубов и подготовить ее к борьбе в Суперлиге. При этом Федерация баскетбола России такой ход одобрила и гарантировала родникам Суперлигу в следующем сезоне. Президент Удмуртии такое решение тренера тоже одобрил, еще раз подчеркнув, что добиваться побед за счет купленных легионеров – это не лучший путь развития отечественного спорта. Большое культурное событие в жизни Сарапула на главной площади города в торжественной обстановке открыли памятник героя Отечественной войны 12-го года кавалерист-девицы Надежде Дуровой. Теперь, как считают сами сарапульчане, это место самое популярное в городе. Репортаж Дмитрия Вороновнина. Вот он, человек, который подарил Сарапулу незабываемый образ знаменитой Надежды Дуровой. Известный скульптор, народный художник России Владимир Суровцев над памятником кавалерист-девицы работал больше года. И, вспоминая, поставил перед собой цель показать современникам истинный задор и отвагу совсем молодой девушке. Мы иногда пытаемся осмыслить, что же такое национальная идея, что такое исторические корни. А все это рядом с нами. Стоит только немножечко оглянуться назад, посмотреть на нашу реальную боевую историю. К открытию памятника приурочили яркую музыкальную программу. И исторические сценки, в которых вместе с великими персонажами своего времени, Кутузовым, Пушкиным, поучаствовала и сама Надежда Дурова. Именно возвращение в историю, к самым знаковым русским событиям и видели инициаторы создания памятника свою миссию. Личность, личность историческая и совершенно знаковая для Сарапула, во-первых, личность. А во-вторых, то, о чем я говорил, если мы хотя бы одного ребенка заставим прочитать учебник истории России, проникнуться этой историей и тем самым уйти с улицы, мы уже будем считать, что наша большая миссия была. Памятник Дуровы установили в самом красивом месте города на набережной Камы. Именно отсюда в сентябре 1806 года дочь сарапульского городничего начала свой героический путь защитницы Отечества. А современные отцы города уже потирают руки, говоря, что эта площадь теперь станет самым популярным местом Сарапуля. Как вы считаете, это место теперь может быть станет самым популярным в городе? Тут место для встреч, будет для свиданий? Мы уверены, что это место будет одним из самых популярных и мы уверены, что молодожены, учитывая, что рядом находится городской ЗАГС, будут приходить и возлагать сюда цветы. В этом мы убеждены. Сарапульчане, кстати, убеждены. Памятник Дурова теперь главная достопримечательность их города. Дмитрий Воронов, Юрий Троздов, телеканал «Моя Удмуртия». Театр на улице, спектакли под открытым небом. Актеры без грима, а зрителей встречают живые скульптуры. Впервые в Ижевске прошел фестиваль уличных театров. Приживется ли такое искусство в столице Удмуртии, выясняла Елена Лебедева. Внутренний дворик у арсенала на несколько часов превратился в театральное действие. Прямо на открытой площадке. Без привычной сцены и за кулисье. В этом и фишка уличного театра. И начинается он здесь. Зрители встречают вот такие скульптуры, которые совершенно внезапно оживают. В образе живых скульптур молодые актрисы. Чтобы вот так замереть в роли греческой богини и быть максимально похожей, Ане Булочевой даже пришлось снять туфли. Прохожие порой и вовсе терялись в догадках. Настоящие ли. Сейчас я стою, я вроде замерла. А потом, когда поменяла позицию, женщина проходила и в инфаркте чуть не упала. Потому что я живая. Точнее, я думала, что не живая, а оказалось, что живая. Часто так люди реагируют, если надолго замираешь. Уличный театр стирает границу между зрителем и сценой. Здесь зритель сам может стать актером. Момент импровизации. Вот основной лейтмотив театральной программы. Внимание прохожих актеру приходится удерживать только благодаря особой стилистике игры. Ведь в отличие от классического театра, в уличном работают без света и грима. Если вы стекло разбили, не спешите признаваться. Подождите, не начнется ли вдруг гражданская война? Артиллерия ударит, стекла вылетят повсюду. И никто ругать не станет за разбитое стекло. Это игровой спектакль «Гарарар» от театра студии «Дай пять». Постановка по произведениям авангардного писателя Даниила Хармса. Все актеры еще школьники. Самому старшему 17 лет. Потому и в программе больше игровых моментов. И главные зрители – дети. Формат уличного театра в Ижевске проходит впервые. Попытки организовать его были и раньше. Но только сейчас решили показать широкой публике. Театр начинается там, где есть актер. Актер может работать в любом месте. Почему именно формат уличного театра? Потому что сейчас солнце, тепло, хорошо. И хочется, чтобы в городе Ижевске люди в выходные оккультуривались. Правда, зрителей на первые спектакли пришло немного. Может быть и потому, что внутренний дворик Национального музея еще не так популярен среди ижевчан. Впрочем, это только начало большого пути. И продолжение еще будет. На этом все. Хорошего вам вечера. До свидания.